Перед тем, как мы начнем, давайте проверим связь. Есть ли звук? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот, отлично. Я вижу плюсики, супер. Ну, еще раз добрый день, друзья, коллеги, родители, все участники вебинара. С вами сегодня Гребенков Сергей, методист Центра лингвистического образования. И темой сегодняшнего нашего вебинара является тренировка, закрепление вокабуляра и, соответственно, пополнение словарного запаса учащегося. Тема очень актуальная, потому что без расширения, без слов, без вокабуляра, конечно же, учащийся не сможет просто-напросто говорить на иностранном языке. Ну, и для того, чтобы понимать, например, фильмы или книги на немецком языке, достаточно знать всего лишь, ну, скажем, несколько сотен слов. Если встретятся, например, незнакомые слова, то об их значении, конечно же, можно догадаться из контекста зачастую. Но, чтобы запомнить хотя бы, скажем, 200 или 300 слов и перевести эти слова в долгосрочную память, в активное использование, конечно, придется очень сильно постараться. И вообще, так ли все просто? Достаточно ли просто выучить слово, чтобы его, вот, так сказать, в полной мере им овладеть и использовать его абсолютно свободно? Многие лингвисты дают на этот вопрос ответ. И по их мнению, конечно же, только изучение слов, просто их какое-то там автоматическое, механическое, вернее, запоминание не приводит к должному результату. То есть этого недостаточно. Слово также необходимо научиться различать в речи и, соответственно, употреблять. Но мы поговорим об этом немножечко позже, о том, как ребята могут научиться распознавать слова немецкие в речи, например, native speaker, как они могут и с помощью каких ресурсов, материалов они могут тренировать навыки употребления слов в речи. Сначала мы начнем с того, как же все-таки эффективно нужно изучать и можно изучать лексику немецкого языка. Начнем мы вот с такой методики Эбенгауза. Я думаю, что, может быть, кто-то об этом слышал и в своих ранних вебинарах я тоже вот упоминал данного ученого. Занимаясь изучением особенностей человеческой памяти, Эбенгауз сумел вывести некий алгоритм, которые позволяют существенно увеличить потенциал человеческой памяти. Именно его исследования помогли разработать большое количество различных методик запоминания. Большая часть новой информации человек просто-напросто забывает. У долговременной памяти может остаться только та информация, которая повторяется по какой-то определенной схеме. Также мы не забываем то, что часто мы можем повторять без какой-либо определенной схемы, но довольно-таки часто мы встречаемся с этой информацией. В ходе своих исследований данный ученый сумел доказать абсолютную неэффективность привычных методик запоминания информации, то есть просто обычные зубрежки. По его мнению, учить, изучать несколько языков может каждый, используя систематизацию процессов обучения и запоминания. На данном слайде вы видите знаменитую кривую забывания Эггенгауза. В своей работе, написанной еще в далеком 1885 году, он исследовал чистую память, то есть память, на которую не влияют какие-либо процессы осознанного мышления. И я немножечко расскажу об его эксперименте, очень коротко, с целью эксперимента он заучивал бессмысленные слоги из двух согласных и одной гласной буквы. Выборка производилась таким образом, чтобы ни сам слог, ни их порядок не вызывали у испытуемого никаких ассоциаций. И из графика, отражающего результаты исследований, видно, что забывание выученного материала идет очень быстро, уже в течение нескольких первых часов. То есть повторять материал сразу, например, перед экзаменом или перед какой-то контрольной работой вредно. Есть риск, что учащийся вообще ничего не вспомнит, еще и растерявшись в стрессовой обстановке, вообще все забудет. Вот таким образом Эггенгауз показал, что в течение первого часа люди забывают 60% информации. Это больше половины, тогда как в следующих 10 часов теряется всего лишь 5% информации. И постепенно процесс забывания замедляется, и через 6-7 дней в памяти остается где-то 1,5 материала. Таким образом появляется вопрос, как же вернуть остальные 80% выученного материала. И на основании исследований Эггенгауза была разработана как раз-таки методика эффективного повторения, которая позволяет сохранить в памяти в 4 раза больше информации, чем при первичной схеме обучения. То есть вот вы видите здесь два графика. Результативность метода можно увидеть вот на примере тоже одного небольшого эксперимента. Участвовавшие в исследовании студенты были разделены на две группы, и для каждой из которых была представлена одинаковая информация для запоминания. Студенты из первой группы осваивали материал по традиционной схеме, а вторая же группа использовала для запоминания специальный алгоритм. Алгоритм был следующий. Они изучали новую информацию, затем повторяли эту информацию через 9 часов, затем они ее повторяли на следующий день, на 7 и на 12. Таким образом, при сравнении результатов обучения в двух группах через месяц были сделаны следующие выводы. Студенты из первой группы, которые изучали материал по традиционной схеме, просто методом зубрежки один раз, далее, и сравнение результатов с той группой, которые изучали как раз-таки по вот этой вот схеме, пришли к следующим выводам. 80% выученного материала было усвоено как раз-таки той группой, которая изучала материалы по вот этой вот схеме. Этот эксперимент позволил выявить некую зависимость и определить ее как кривую управляемого обучения. На самом деле, вот этот вот метод изучения информации, когда мы говорим через 9 часов повторяем, потом на следующий день, 7 и 12, неплохо ложится и на уроки наши в школе, например. Даже если мы не можем повторить материал прямо на уроке через 9 часов, но его можно повторить в качестве домашнего задания. То есть, грубо говоря, учащиеся повторять материал, этот, который был изучен на уроке, в качестве домашнего задания. Потом можно просто вот вскользь затронуть этот материал, к примеру, там на 7 уроке и на 12 уроке. И на самом деле это действительно оставит след в памяти учащегося и поможет лучше запомнить ту или иную грамматическую или лексическую тему. Ну вот результаты этого простого исследования показывают, как всего лишь при помощи правильного повторения можно сохранить в памяти в 4 раза больше информации. Применение на практике этого метода позволяет значительно ускорить процесс изучения немецкого языка. А что самое важное, это повысить эффективность его запоминания. Согласно данному методу, лучше всего, кстати, мы запоминаем, когда вот-вот готовы полностью распрощаться с какой-то информацией. Да, парадоксально, но это работает. Так, ну и мы с вами... Хорошо, вот мы про частоту повторений сейчас немножко поговорили. Да, там выучили через 9 часов, на следующий день, на 7 и на 12. Окей, ну а что делать, если вот эти вот повторения, они малоэффективны, ведь такое тоже может быть, ну поскольку развита, например, плохо визуальная память. Так вот, еще в 1970 году ученый и журналист Себастьян Лейтнер придумал такую систему карточек, которую потом с успехом оплатили в разных компьютерных программах по обучению иностранным языкам. Такие обычные бумажные флеш-карточки, они превратились в электронные, соответственно, но метод остался прежним. Вот вы видите как раз-таки этот метод Лейтнера на слайде. Ну, соответственно, грубо говоря, у нас есть такие 5 ящичков, в которых лежат карточки. Мы повторяем карточки первого ящика. Если все верно, то они, соответственно, эмигрируют во второй ящик. Затем через какой-то день, там, например, на третий день, мы повторяем карточки второго ящика. Если обнаруживается какое-то слово, в котором допущена ошибка, это слово опять отправляется в ящик с номером 1. Ну и так далее. То есть пятый ящик – это уже те знания, те слова, которые прочно укрепились в памяти учащегося. Так, идем с вами далее. Ну и что вот нам нужно для успешного усвоения лексики? То есть это, конечно же, процесс непростой, это сложный, комплексный процесс. В процессе успешного усвоения лексики должны участвовать различные механизмы, различные материалы. И вот, как мне видится, и вы видите это на экране, обязательно должно присутствовать какое-то учебное пособие. И это учебное пособие, оно будет как раз-таки такой основой изучения лексики. Далее нам обязательно нужны сервисы, платформы с интервальным повторением. Это как раз-таки вот те платформы, которые и реализуют метод Лейтнера, о котором я сейчас сказал. То есть это правильная частота повторений выученных слов, чтобы они могли укорениться, и участие мог их запомнить очень хорошо, ну, скажем, хотя бы 80% от всего вокабуляра. Ну, и по определенной теме. И далее третий этап – это использование аудио- и видеоматериалов. Потому что это уже такой этап, скажем так, тренировки и закрепления или применения на практике этих слов. Мы начнем с вами с первого этапа – это учебные пособия. И сейчас посмотрим, какие учебные пособия выделил я в нашем издательстве, которые помогут или станут основой для изучения слов, повторений, закреплений и так далее. Ну, вот на данный момент издательство просвещения предлагает следующие учебные пособия. Например, вот к ОМК «Горизонты» вы видите, да, 5-й, 8-й класс. Уже я тоже неоднократно в вебинарах своих рассказывал об этих учебных пособиях, которые так и называются в «Warshawn Grammatic» с 5 по 8 класс, нацелены на тренировку вокабуляра и грамматических конструкций. Далее, для начальной школы есть такая вот тоже хорошая серия учебников «Словарная тетрадь» к ОМК «Немецкий язык BIM». Там просто механическое заучивание, реализовано механическое заучивание слов. Но для младшего школьника это, наверное, и плюс. Дополнительные учебные пособия к ОМК «Вундеркинды плюс» с 5 по 9 класс, где тоже очень много упражнений на тренировку, закрепление лексического материала. Причем все эти темы, они, конечно же, сопряжены с темами учебника и рабочей тетради. Ну и, наконец, книга для чтения. Это 5-е и 6-е классы тоже к ОМК «Немецкий язык BIM». Немножечко сейчас я вам расскажу поподробнее об этих учебных пособиях. И начать бы мне хотелось с «Вундеркиндов плюс». Данное учебное пособие, оно вышло совсем-совсем недавно и пополнило линейку дополнительных учебных пособий к данному ОМК. Еще раз повторюсь, ОМК «Вундеркинды плюс» немецкий, как первый иностранный. Из чего же состоит данное пособие? Ну, во-первых, в нем представлены абсолютно разнообразные интересные задания различного уровня сложности, которые позволяют учащимся, во-первых, проверить свои языковые знания, ну а также углубить и затренировать лексику и грамматику. Также нужно отметить, что весь материал здесь представлен в двух уровнях, на базовом уровне и на углубленном уровне. Подойдет для ребят, которые изучают немецкий, собственно, два раза в неделю, два часа в неделю, а есть такие, кто изучает три и более часов, соответственно, им нужны более сложные задания, но темы при этом остаются одинаковые. Еще одним плюсом данной линейки является удобная система баллов, которая позволит ребятам понять, какую тему им нужно еще раз повторить, какую лексическую или грамматическую тему. И вот такое учебное пособие как раз можно рекомендовать учащимся в летний период, потому что ключи к заданиям помогут им проверить себя, закрепить ранее приобретенные навыки и знания. Ну и, конечно же, нам это пособие интересно, как я уже сказал, потому что в нем содержится большое количество упражнений на тренировку лексических единиц. Идем далее. Следующее учебное пособие – это вот с пятого по восьмой класс, которое так и называется «Ваша сонхроматик». Данное пособие предназначено для тренировки лексико-грамматических навыков к УМК «Горизонт», это немецкий как второй иностранный, учащиеся смогут овладеть языковым материалом для совершенствования своих коммуникативных умений в рамках тем и проблем учебника. Основной отличительной чертой пособия является его коммуникативная направленность. То есть, как я уже говорил, важно не только просто выучить, знать это слово хорошо, но также важно и уметь его применить на практике, в нужное время достать его из памяти, употребить в нужной форме и так далее. Ну вот в ряде упражнений грамматика и лексика, нам сегодня важна лексика, она закрепляется при решении определенных коммуникативных задач. В каждом разделе также предполагается тренинг лексики соответствующей главы учебника, ну вот я тоже об этом говорил. И задания следуют от простых к более сложным, то есть от упражнений на орфографию до составления диалогов и монологов. Очень интересное учебное пособие. Далее, книга для чтения является, я уже говорил, дополнительным пособием, расширяющим материал ОМК «Немецкий язык БИМ». Несмотря на то, что данные ОМК уже давно используются в школах для изучения немецкого языка, но очень часто многие, почему-то некоторые просто не знают, что есть такое учебное пособие, другие его не используют. На самом деле оно содержит очень много полезных материалов. Вот данная книга, например, содержит различные разножанровые тексты, адаптированные для целевой возрастной группы, которые снабжены пред- и послетекстовыми заданиями. Вот эти вот задания помогают учащимся понять, во-первых, содержание текстов, во-вторых, закрепить пройденный материал и, соответственно, изученную лексику. Также эта книга для чтения содержит краткие сведения о немецких писателях, такой страны-веческий материал, в принципе, информация о Германии. И прежде всего, конечно, учебное пособие, оно предназначено, вот вы видите, для пятых-шестых классов, которые продолжают изучать немецкий язык. Но, тем не менее, оно может быть также рекомендовано и ребятам седьмых-восьмых классов, потому что зачастую бывает, что, ну, как правило, не вся лексика, не вся грамматика бывает усвоена за пятый-шестой класс. Поэтому повторить летом, почитать такие маленькие тексты не помешает и семи-восьмиклассникам. Вот вы видите, тексты здесь действительно очень маленькие. Всегда под текстом есть лексические комментарии, какие-то более сложные слова вынесены с переводом. Вот мы говорили перед текстовые задания, после текстовые задания. Также здесь имеются вот подобного рода истории, да, с картинками. Здесь вообще очень мало текста, минимум текста, потом по нему задания. Но зато лишняя тренировка вокабуляра, она, конечно же, не помешает. Следующее, значит, что я хотел бы сказать. Вот у меня был вебинар уже по дополнительным учебным пособиям немецкого языка. И там я более подробно рассказывал о всех учебных пособиях, и не только по лексике, но и по грамматике. Если вы не смотрели данный вебинар, вот, вы можете его просмотреть у нас на YouTube. Просто напишите «Просвещение иностранной языки», и вы откроете наш канал YouTube. Вебинар называется «Дополнительное учебное пособие по немецкому языку». Если вам это интересно, то вот вы можете посмотреть этот вебинар и узнать больше информации о дополнительных учебных пособиях. Ну, а мы с вами идем далее. На этом мы с вами с учебными пособиями завершаем. То есть вот я показал такие основные учебные пособия, как раз-таки которые могут быть основой для изучения и повторения лексики в школе. Следующий этап – это сервисы с интервальным повторением. То есть то, что поможет нам систематически повторять лексику. Потому что самому выстраивать вот эту вот систему повторений и следить за тем, что когда какую информацию нужно повторить, когда какие слова нужно повторить и так далее, довольно-таки сложно. Для этого у нас есть целый ряд вот таких вот сервисов, платформ. Первое – это Duolingo. Замечательный просто ресурс. В одном из своих вебинаров я тоже уже о нем рассказывал. И вот стоит ли изучать слова, вокабуляр, вообще в принципе язык с данным ресурсом. Мне кажется, что определенно стоит. Даже в учебный период вы можете рекомендовать это своим ученикам. Конечно же, эту программу не нужно рассматривать в качестве основного учебного инструмента. Она просто на это не предназначена, на это не рассчитана. Но сервис может стать увлекательным, очень полезным дополнением к основному учебному курсу, который рассчитан в рамках уровня А1-Б1. Среди основных преимуществ данного сервиса я вот выделил следующие пункты. Во-первых, этот сервис по-настоящему очень качественный и продуманный. С его помощью, если пройти все уроки, все этапы, можно выучить более 2000 слов немецкого языка и освоить всю базовую грамматику, что уже весьма неплохо. Также хотел бы подчеркнуть второй пункт. Данное приложение, оно абсолютно бесплатное. Третье, удобное использование. Это приложение можно установить на мобильное устройство, можно открыть просто в браузере компьютера, либо на планшет и заниматься везде и всегда, когда у учащихся появляется свободное время. Следующий пункт тоже очень важный. Сервис активно использует принцип геймификации, который заключается в использовании игровых элементов в неигровых контекстах. Ну и различные способы мотивации изучения. Начисляются баллы за правильное прохождение уроков и так далее. Ну и, конечно же, интервальное повторение. Это самое важное, почему нам важен этот ресурс, потому что здесь как раз-таки данное приложение, оно и строится на том же методе Лейтнера, на методе интервальных повторений, когда программа сама понимает, что так, вы сегодня выучили новые слова, она предлагает их повторить вам, например, на следующий день, а заниматься нужно каждый день буквально по 15 минут. Потом она предлагает их повторить на седьмой день и так далее, с какой-то периодичностью. Вот на следующем слайде как раз-таки я вам хочу показать, как программа отслеживает, насколько хорошо вы помните слово. Если вы выучили его совсем недавно, то шкала полная, то есть уверенное знание того или иного слова. Далее, когда проходит какой-то промежуток времени, программа понимает, что пока еще достаточная. Чем больше времени проходит, тем больше шкала начинает снижаться, и программа понимает, что то или иное слово нужно, пора уже освежить в памяти. Или какое-то слово уже подзабыто, если давно его не повторяли. То есть очень-очень полезно. Ну и всегда можно перейти вот в такой режим повторения материала. Тут вот общее повторение пройденной лексики, вот лексики, вернее, пройденных уроков. И я еще раз повторяю, что вот дуа лингва, оно абсолютно бесплатное. Поэтому вы можете попробовать, посмотрите, вдруг вам понравится. И на самом деле на прошлых вебинарах коллеги делились своим опытом и говорили, что дуа линга был замечательным подспорьем во время карантина и помогал организовать дистанционный формат общения с учащимися. Более того, я вот добавлю, я не показал, проводит на слайде, вы здесь можете создавать целые классы, добавлять туда всех своих учеников и коллективно изучать там ту или иную лексику, тему. Очень удобно. Идем с вами далее. Далее я бы хотел вам еще порекомендовать один ресурс. Это BUSU, он называется. Тоже можно учить очень много языков. Нас интересует в частности немецкий язык, который также построен, в него интегрированный метод интервального повторения и метод Лейтнера. Каждое слово, он понимает, насколько хорошо вы запомнили то или иное слово. Швах, соответственно, но пока еще не очень хорошо. Миттель, это, соответственно, уже более или менее нормально. И штарг, это если вы уже прошли на протяжении месяца от 4 до 5 повторений одного слова, вот тогда программа понимает, что вы его уже хорошо запомнили и ошибок в нем не делаете. Ну, вот такая же шкала, типа, как в Дуолингу, как вот в предыдущем сервисе. Поэтому смотрите, просто очень просто. Пишите BUSU, тоже приложение абсолютно бесплатное. Вы его и на телефон скачиваете, и на компьютере используете. Очень вам рекомендую, если вы не знакомы с этим приложением. Так, ну, а мы с вами идем далее. И следующее, что я хотел бы порекомендовать вам, это вот тоже ресурс, который, без которого никак невозможно изучение слов немецкого языка. Как я считаю, это вот Quizlet, замечательное приложение, в котором вы создаете карточки. Здесь плюсом этого приложения является то, что вы сами создаете карточки, которые вам нужны. Вы используете тот вокабуляр, который считаете нужным. И потом можете скинуть ссылочку вашим ученикам, и вы будете следить, отслеживать их успехи, и как часто они учили, сколько слов они повторили, и так далее. Такие вот интерактивные карточки. Более того, я вот здесь вот сделал, привел пример. Шестой класс горизонта, да, мы видим тут некоторые темы, например, meine Freizeit oder meine Stadt, die kommt auf Parties. Вот эти вот темы, они есть в учебнике. И в Quizlet вы просто вбиваете в поисковик нужную вам тему, например, meine Freizeit, и уже к темам учебника готовы сеты со словами. То есть вам даже ничего выносить не надо, там уже все готово, с картинками. Пожалуйста, берите, используйте, тренируйте. Самое главное сказать учащимся, что вот такое вот есть, и в игровой форме вы можете тренировать слова нашего учебника. Ну, далее пойдем. И по поводу вот дистанционного обучения и различных интернет-ресурсов, различных платформ, я тоже проводил уже такой вот вебинар, который назывался «Дистанционное обучение. Полезные интернет-ресурсы для изучения немецкого языка». Поэтому, если вам это интересно, и хотите побольше узнать, ну, какие есть еще ресурсы, платформы и так далее, вот вы тоже можете в YouTube посмотреть данный вебинар. А мы с вами идем далее. Ну, вот мы уже с двумя этапами разобрались. Это учебные пособия, сервисы с интервальным повторением. Самое главное, это я еще раз повторюсь, дуа-лингва и бусу. Третий этап – это дополнительные аудио- и видеоматериалы. Потому что, ну, без них никак. Вы сами знаете, что немцы, native speaker, очень часто проглатывают окончания, произносят как-то не так слова, еще, не дай бог, на диалекте говорят. То есть, поэтому зачастую учащийся может и знать слово, но когда он слышит речь native speaker или просто быструю речь преподавателя, он просто может не различить это слово и не понять, что «ага, это то слово, которое я уже знаю». Для этого я подобрал для вас ряд ресурсов, которые вы можете использовать. Для вашего удобства я решил эти ресурсы разбить по уровням. Первые ресурсы сейчас будут рекомендованы к уровню А1, А2. Затем мы поговорим о ресурсах В1. Но также, я думаю, что у всех есть ребята, которые неплохо владеют языком уже на уровне B2. Это 10-11 класс. Поэтому у ребят, которые участвуют в олимпиадах, я думаю, что вам это будет интересно. Ну все, начинаем с уровня А1, А2. Во-первых, вот на YouTube есть тоже абсолютно бесплатный канал, официальный канал Peppa, на немецком называется Peppa Woods. Короткие видео про свинку Peppa для уровня А1, А2 даже для 9-10 класса будут полезны. И нужно сказать ребятам, что несмотря на то, что это мультик, мы самое главное преследуем цель научиться понимать немецкую речь. А мультик – это как раз-таки тот ресурс, который нам дает такую возможность. Во-первых, здесь неадаптированный текст, неадаптированная речь, но тем не менее она очень простая, потому что эти ролики ориентированы на детей, то есть на детей, на этих спикеров. Поэтому для нас, как для изучающих язык, это очень важно. Вот такие вот я бы вам рекомендовал. Причем Peppa Woods, чем мне еще нравится, ролики и видео этого мультисериала, они разделены по темам. То есть там есть темы праздники, школа, мой день и так далее. То есть можно какое-то видео приурочить к той или иной теме, которая изучается на уроке. Вечеринки, еще что-то. Поэтому очень много такого вот аудиоматериала. Плюс тут есть субтитры. Если ребята не понимают, пожалуйста, они могут использовать субтитры. Далее. Еще один мультик – это, наверное, тоже младшие школьники точно знают. Это «Фиксики», начальная школа. Ну и для старших классов тоже можно это посмотреть, опять же, с целью тренировки вокабуляра. Потому что видео короткие, простые, очень понятные. Они не повредят. Опять же, это можно найти все на YouTube. Просто пишите, вот я тут указал, как в поисковике «D-Fixes», и вы найдете этот канал. Идем с вами далее. Конечно же, на уровне А1 я не мог не рекомендовать фильм «Нико Смэйк». Замечательный сериал, состоящий из, если мне не изменяет память, из 15 серий уровня А1. Причем тут уровень есть А1, А2 и Б1. Это вот покрывает, так сказать, три уровня целых этот сериал. И плюсом большим этого сериала является наличие различных интерактивных упражнений к каждой серии. Вот этот сериал вы можете найти либо на YouTube, написав «Нико Смэйк», либо перейти, вот я тоже отметил, «Дойче Вэле», «Немецкая волна», «Дойче Вэле». Там вы обязательно тоже это найдете. Вот я вижу, коллеги пишут, замечательный, классный сериал. Абсолютно согласен. На самом деле, даже как-то я его просто открыл, думаю, ну вообще стоит ли его рекомендовать. И самому стало интересно, я просмотрел... Коллеги, извините, связь прервалась. Надеюсь, меня сейчас слышно. Да, значит, ну и вот мне он тоже очень понравился, было очень интересно узнать, чем же нам все закончится. Мы идем далее с вами. Ну, конечно же, замечательный сериал «Дойчланд Лабо», без него просто никуда. Да, это и фильмы, да, небольшие ролики по разным темам. И потом интерактивные задания, вот вы тут тоже видите, к этому сериалу. Это просто вот незаменимый источник информации и тренировки, вокабуляра для ребят в школе. Просто супер. Очень вам рекомендую. Вы тоже можете найти на Deutsche Welle, либо на YouTube. Далее. Ну вот, пожалуй, на А1 это все. А1, А2. В B1 здесь я хотел бы вам порекомендовать следующее. Есть вот такой, я тоже как-то уже говорила о таком вот канале Easy German на YouTube. Очень много тем, посвященных вокабуляру. Причем прям вот ребята очень качественно делают, снимают ролики для изучающих немецкий язык. Рассказывают, там, например, о квартире, какие предметы в квартире. Или рассказывают, как купить проездной билет в Германии. Показывают все на вокзале. То есть тему вокзала это поезд, это платформа, билет и так далее, кондуктор. Ну вот такие вот основные вещи. В видео они рассказывают, помогают расширить, закрепить вокабуляр. Тоже очень вам рекомендую. Уже на уровне B1 я бы тоже вам рекомендовал. То есть если бывает такое, что, ну, недостаточно книги для чтения, или недостаточно какого-то тренажера лексического, вот есть замечательный подкаст, который называется Slow German. Это не YouTube, вы просто в Google, ну, там, в любом другом поисковике пишете Slow German, открываете этот подкаст, и вот там вот как раз-таки такие видео уровня B1. Обязательно есть тексты к этим аудио. Ну и вот куча этих аудиозаписей. Например, вот я открыл этот диалог. Mein Kind ist krank. Ну вот к теме здоровья, пожалуйста, можно послушать этот диалог. Причем вы эти аудио можете скачивать бесплатно. Вы можете дома скачать, на уроке прослушать, или скинуть ссылочку, чтобы ребята прослушали. Очень удобно. Далее. Конечно же, на B1 Deutsche Welle – это Top Thema mit Vokabeln. Я думаю, что те, кто знают этот ресурс, это просто незаменимый материал на уроке немецкого языка. Потому что, ну, пожалуй, наверное, учебники нам не могут дать вот настолько живой современный язык, как постоянно обновляющиеся новости. Причем новости не просто новости, а новости, написанные с целью обучить немецкому языку. Поэтому, конечно же, это очень полезно. Здесь вот вы видите текст. Текст – это текст новости, которую нужно будет прослушать. Слова некоторые, выделены таким синим-голубым цветом, они как раз-таки интерактивные, на них можно навести, и пояснение тех или иных слов, вот оно появляется здесь. То есть отработка вокабуляра. Далее, в каждой новости есть интерактивные упражнения. Эти упражнения можно и распечатать, например, если это на уроке, ну, и сделать их интерактивно прямо на сайте. Далее, также на B1 вот я хотел бы порекомендовать вам такой YouTube-канал, который называется «Куацкэзакт». Здесь короткие видео тоже по 3, буквально по 4 минуты. Ну, некоторые там есть по 7 минут, по 8 минут, то, что здесь вы видите. Здесь уже темы тоже могут быть интересны. Здесь вот и про коронавирус, и про атомные бомбы всякие, взрыв, и про, рассказывается, город будущего, как бы выглядел город будущего там в 2200 каком-то там году. Ну, такие вот интересные, увлекательные видео. На самом деле, мне это тоже интересно. Я иногда бывает вот некоторые видео просто смотрю, потому что интересно. Очень интересно рассказывается, и у диктора очень хорошая дикция. очень приятно слушать. Тоже вам очень советую, можете использовать на уроках. И, наконец, B2. Я немного здесь материалов собрал, но, тем не менее, я считаю, что все-таки есть такие ребята, которые уже в школе, там, в 10-11 классе владеют уровнем B2, или хотя бы уже находятся на этом уровне, изучают этот уровень, овладевают им. Поэтому эти материалы будут для них полезны. Конечно же, здесь нужно отметить, опять же, Deutsche Welle, Langsamke Sprachene Nachrichten. Темы уже здесь идут серьезные, вокабуляр серьезный, поэтому закрепление и актуализация вокабуляра вот последствия вот этих вот новостей, это очень-очень хороший тренажер. Просто замечательный. Я думаю, что, наверное, вы многие знакомы с этим ресурсом. Что еще здесь можно выделить? Ну, вот, видео-тема тоже самое. То есть здесь уже не записи, а прям видеоролики, новостные видеоролики. Вот вы видите здесь Aufgaben zum Video. Они есть вот такие в печатном виде, есть тоже интерактивные. Обязательно вокабуляр, ну, с пояснениями, разумеется, на немецком языке, с этими дефинициями. Вот, поэтому на B2 это вот просто необходимо делать. Идем далее. И вот последний YouTube-канал для B2, который я хотел бы вам рекомендовать, это Explainity. Видеоролики здесь тоже интересные. Они, ну, темы тут бывают сложные, да, тут вот и Brexit есть, и протесты в Гонконге, и формирование колоний, то есть такой исторический ролик. Они не длинные, вот вы видите сами, по 4-3 минуты, и там очень много вокабуляра, но для B2, для расширения вокабуляра, и может быть даже уже для тех, кто закончил B1, приближается к B2, это будет полезно. Ну, а на этом, коллеги, у нас все. И вот все из, что касается основного материала нашего вебинара, да, я вот еще раз хотел бы сказать, что изучение слов – это такой комплексный процесс. У ребят должно быть обязательно учебное пособие, которое приурочено к темам, тем, к темам, которые они изучали в процессе учебного года. Должен быть механизм запоминания, который нам предоставляют сервисы типа Duolingua или же BUSO. И обязательно дополнительные аудио и видео, тот контент, который нам поставляет современный немецкий язык, современные языковые реалии. Это тоже все очень-очень важно. Ну, и приобрести наши учебные пособия, я вот хотел бы вам напомнить, вы можете у нас в магазине shop.pros.ru и вот коллеги тоже скидывали вам уже несколько ссылок. Обращайтесь к нам на сайт. А на этом у меня все. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Я думаю, что в следующий раз мы с вами уже увидимся в новом учебном году, поэтому я благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. У нас остается еще практически месяц летних каникул. желаю вам их хорошо провести. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...